Во-во-во-во, народ подсоединяется Ну что, поговорим о увольнении Жозе Мауриньо Что сказать Полкоманды надо увольнять Ну, честно, что я могу сказать по этому поводу Мне кажется, что вот многие сейчас пишут о том, что Мауриньо нужно было действительно уволить И на самом деле Челси правильно поступили А некоторые еще и пишут о том, что Действительно пишут о том, что Мауриньо можно было оставить Он бы Челси вывел чемпионшип Но я не знаю, честно могу сказать, что мне кажется Челси немного поторопился Просто на самом деле у Мауриньо просто не осталось шансов Ситуация такая, что Лига чемпионов закончилась И шансов уже отыграться, как говорится, у Мауриньо не было В чемпионате Англии все очень-очень запущено Поэтому я вот лично считаю, что приход Хиддинса Это не выход из ситуации Боюсь, что Челси ничего не добьется в Англию скотчно Ну вот, это просто, скажем так Ситуация в том, что у Челси, когда увольняется тренер Он выигрывает какой-то европейский кубок Это было уже несколько раз Если финал Лиги чемпионов Челси доходил На одном из них я присутствовал лично Поэтому вот мое личное мнение Что может быть только вот Абрамович на эту ситуацию Смотрел, что нужно просто взять и поменять тренера И тогда в Европе будет успех у Челси Ну, не знаю Ротор, конечно, чемпион, да Ну, вот Учелся сейчас серьезные проблемы И даже после ухода в Мауриню Они, наверное, на самом деле Вряд ли эти проблемы уйдут Так, Леня пишет камеру выше Зачем камеру выше? Вот так? О, вот так Веретеникова в тренера Ну, да Нет, я честно могу сказать Мне кажется, что Челси должно все-таки Собраться с командой Именно командой надо достать Челси Они в этой ситуации В последнее время не были командой И играли друг за дружку Особенно не играли за тренера Вот если сейчас тренер, ну, пришедший Сможет объединить и сделать себе команду То у них будут неплохие перспективы Состав у них один из лучших, наверное, в Европе Нападающий, Дима Коста Что, Коста нормально нападающий На самом деле, в игре против Лестера Челси немножко не повезло А так моменты были О, кстати О, кстати, мой тост Сейчас, пять секунд Давайте не чокаясь За смерч Роза Мауриньо Ну, в кавычках я имею в виду Ладно, за новый Челси За новый Челси И за нас Вот, поэтому я думаю, что Челси, конечно же, не вылетит никуда Все там у команды более-менее нормально Особенно по составу Лидеры пока никуда не ушли И в этом сезоне еще есть шансы Пройти по СЖ реально Поэтому будем надеяться, что Челси Все-таки Английскую премьер-лигу Будет нормально, достойно представлять Так как я Манчестер уже Ну, Лигу Европы я не беру Как серьезный турнир Ну, не то, чтобы как серьезный турнир Если Юнайт его выиграет, конечно Стоит рассматривать Но все-таки Все-таки Челси Одна из тех команд Которая действительно должна Показать в Европе Свой класс В Арсенал я, к сожалению, не верю Пускай Андрюс на меня не обижается сильно Но мне кажется, что Арсенал в Барселону Не пройдет Это объективно Вот как-то так Поэтому Вперед Челси Вперед новый тренер в Челси Буду надеяться, что Фарт будет все-таки на их стороне По силам ли Лестеру взять АПЛ Ну, я думаю, нет Но по силам Лестеру Действительно остаться Вот как я сегодня пост в группе ВКонтакте Вывешал Остаться на первом месте до Рождества И это действительно будет очень круто Так что если Лестер на первом месте Будет до Рождества Это уже будет сумасшедшее достижение А если попадет в Еврокубки То Лестер просто респектуха Ну, тренером вроде как У Челси становится до конца сезона Гус Хидинг Вот пока такие новости Пока такие новости Все На этом заканчиваем Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok